Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. Меня зовут Татьяна Молокова. Нет наркотикам. 26 июня мы отмечаем Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Наркомания давно стала одной из главных проблем всего мирового сообщества. Одно из страшнейших явлений современности. О борьбе с распространением наркотиков и наркомании мы будем говорить с руководителем Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков Евгением Барсуковым. Евгений Николаевич, здравствуйте! Евгений Николаевич, давайте в самом начале программы обсудим ситуацию, наркоситуацию в нашей республике, тенденции, статистику. Наряду с тем, что можно считать достаточно благоприятной наркоситуацией в республике, есть моменты, о которых, я думаю, ниже поговорим, которые несколько настораживаются. Если говорить о статистике, то уровень наркотизации в республике в среднем на 1,6 ниже, чем по округу Приволжскому, либо по стране. По количеству состоящих на профилактических учетах у нас цифра еще выше, в 2,6 раза. Если брать на 100 тысяч населения, по количеству состоящих на профучете, показатель ниже, чем в округе и в стране в целом. Но есть тенденции роста, к примеру, по несовершеннолетним, как по преступности, так и по наркотизации. Евгений Николаевич, несколько лет назад была принята стратегия государственной антинаркотической политики на ближайшие 10 лет. Расскажите, что это за стратегия, как она работает? Ну, во-первых, надо немножко вернуться в более ранний период. В 1998 году вышел закон 3ФЗ о наркотических средствах, где были даны основные понятия, определения, ну, определены направления работы. В 2003 году создана наша федеральная служба, которая вначале была государственным комитетом, а затем преобразована в федеральную службу. Именно для организации, в первую очередь, для организации и координации всей вот этой работы антинаркотической. Поэтому выход в 2010 году стратегии, он как бы, стратегия явилась результатом работы вот за этот период по определению именно государственной антинаркотической политики. Стратегия фактически выделяет три задачи. Это снижение предложения, это, в первую очередь, правоохранительная составляющая. Снижение спроса, это вопрос, связанный с профилактикой, в первую очередь. И международное сотрудничество. Ну, для нас, наверное, более актуально вот два, первые два направления, которые я обозначил. Какова у нас ситуация с первой составляющей, с наркопреступлениями, как мы ловим преступников? Ну, здесь, я думаю, можно говорить о достаточно высокой эффективности нашей работы, потому что, несмотря на ту, как бы, в кавычках, скудную базу, о которой я выше сказал, значит, мы имеем неплохие результаты в борьбе с групповыми, с организованными формами преступности, с легализацией наркодоходов. В целом, ежегодно мы имеем, по республике, я говорю сейчас о всех правоохранительных органах, потому что не только мы занимаемся этой проблемой, идет некоторое снижение числа зарегистрированных преступлений. В то же время, количество расследованных преступлений остается, в принципе, практически на одном уровне. А цифру вы можете назвать? Есть такие данные? Ну, зарегистрировано, допустим, в минувшем году порядка 950 наркопреступлений на территории республики. В последнее время, конечно, на первый план выходят не наркотики, а растительного происхождения, таких там, как гашиш, героин, опиум. Да, очень часто сейчас приходится слышать о таком понятии, как спайс. А вот осенью прошлого года в России, похоже, была эпидемия, когда сотни молодых людей умирали из-за употребления спайса. Какова вот ситуация с синтетическими, с так называемыми синтетическими наркотиками в Чувашии? Как мы с этим боремся? Ну, учитывая то, что каналы поступления, допустим, традиционных наркотиков, такие как героин, в республику достаточно контролируемы, скажем так, опять же, в кавычках, то есть на этом направлении работа ведется достаточно эффективно, и большим спросом эти вещества не пользуются. С учетом общей тенденции, которые в стране происходят, значит, рынок заполонили синтетические наркотики, так называемые. Это, в основном, синтетики каннабинольной группы, заменители традиционных наркотиков. Почему произошло это? Ну, во-первых, они очень быстро синтезируются, то есть очень быстро появляются новые наркотики, и большая часть из них даже наркотиками и не являлась в момент появления, потому что, чтобы вещество стало наркотиком, значит, в постановлении правительства оно должно попасть в списки запрещенных веществ. И пока одно вещество попадало, появлялось и появляется несколько новых. Право прекращать оборот психоактивных веществ, то есть не наркотиков, а психоактивных веществ, обладающих действием сходным с наркотическими, то есть в нашей федеральной службе предоставлено такое право прекращать оборот для того, чтобы было время исследовать это вещество, доказать его вредность, либо безвредность, и, соответственно, либо внесли его в списки запрещенных, либо не внесли. Но на этот период, значит, действие всех наших законов, включая уголовного кодекса и административного кодекса, распространяется на эти вещества после их запрета. А каков срок реагирования? За сколько дней, за сколько недель, месяцев вы можете отреагировать на появление нового этого вещества, чтобы внести его в список запрещенных? Ну, раньше время уходило и бывало и полгода, и год, бывало и больше. Сейчас предполагается то, что этот срок будет уменьшен. Но практика пока еще только нарабатывается, поэтому сейчас конкретный срок я назвать не могу. Но я думаю, что это будет буквально месяц-два, не больше только. Давайте поговорим о профилактике. В вашу работу входит не только поиск, не только раскрытие наркопреступлений, но и профилактика наркозависимых. Насколько эффективна эта работа, насколько, может быть, она благодарна или неблагодарна, насколько вот, насколько важно это направление? Ну, это направление одно из приоритетных направлений во всей нашей работе. Мы активно занимаемся профилактикой, причем профилактика, она включает в себя несколько этапов, поэтому мы всеми во всех этих этапах участвуем. Активно занимаемся с молодежью. Оценить эффективность достаточно сложно, потому что мы не знаем, какие цифры были бы, если бы этой профилактики не было. Но здесь, опять же, мы стараемся свои усилия направлять, в первую очередь, на болевые точки, такой, как сейчас является именно молодежь. Учащиеся несовершеннолетние. Ну, и это же ущерб большой для экономики, если потерять этих людей. Ну, в целом, вот, на заседании президиума Госсовета, который прошел 17-го числа, под руководством президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, были озвучены цифры о том, что страна ежегодно теряет из-за, вот, именно незаконного оборота наркотиков, благодаря лицам, которые в этот оборот и потребление, в том числе и потребление, втянуты, более 1 триллиона рублей. То есть больше, чем бюджет Министерства обороны России. Поэтому экономический ущерб, конечно, очень большой, но в первую очередь, потому что бьет эта проблема, в первую очередь, или по наиболее активной части населения, по молодежи, наиболее трудоспособной части населения. Ну, я так понимаю, что борьба с наркоманией, с распространением наркомании, с наркопреступлениями – это общая борьба. Это не только должны быть ваши усилия, но это должны быть усилия и общественности, и власти, наверное, и средств массовой информации в какой-то степени. Ну, конечно. Поэтому я говорю, для этого, во-первых, координирующие органы, прокуратура координацию именно правоохранительных органов и профилактической работы осуществляет. На нас подложена координация определенных направлений работы. Ну, и в первую очередь, конечно, антинаркотические комиссии. Призваны они для того, именно к тому, чтобы задействовать все необходимые силы и средства на территории республики. Спасибо большое за внимание. Я напоминаю, что сегодня о борьбе с наркоманией мы говорили с руководителем управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чувашии Евгением Брусаковым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин